Источник Святой Варвары у подножия нового, величественного храма окружают сильно дряхлевшие деревья. Активисты округа, тосы и казаки решили провести субботник, чтобы обезопасить себя, своих детей и гостей курорта, которые приезжают на источник и в храм оставляют под этими деревьями машины и отдыхают сами. Объем работы очень большой. Если вы посмотрите, это и расчистка канавы, которая здесь у нас захламлена за зиму. Ветки упавшие, мусор нанесло. Вот пригласили. В основном работа мужская, но и женская есть. На самом источнике посадили цветочки, анютины глазки, которые тоже красиво смотрятся. Благоустройство нужно, ну как, чтобы душа радовалась. Место источника постепенно благоустраивается. Депутаты Совета города-курорта и ЗСК по этому округу выделили средства на отсыпку территории. А вот расчистить ручей, чтобы талые и дождевые потоки воды, идущие с горы, не заливали источник Святой Варвары, местные казаки и все неравнодушные селяне решили на общем субботнике. Готовимся к светлому празднику Пасхи, и поэтому приводим в порядок территорию, прилежащую к храму. Хотим, чтобы было хорошо, светло. Всех с наступающим праздником. Это наш храм, нашего Варваровки. Здесь убрать, порядок навести. Будет красиво, все здесь чистить. И всем приятно будет, и нам тоже. Скоро такой праздник великий. Надо, чтобы люди смотрели, им было же приятно здесь находиться. Поэтому мы здесь, чтобы навести порядок в своем хуторе. Этот зеленый уголок считается в городе-курорте одним из самых уютных. И благодаря храму, Святой Великомученице Варвары, украсившему местность, становится для многих жителей Анапы таким уголком, где можно задуматься о вечном и неприходящем. Поэтому здесь, конечно же, должны царить чистота и порядок.